здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о том какие анализы к нам желательно привозить на самом деле с анализами история не очень простая потому что в каждой стране свои возможности для их проведения осуществления и в общем далеко не все могут поехать скажем москву или санкт-петербург сделать все требуемые анализы поэтому я расскажу то что желательно к нам привозить по возможности потому что нам это очень помогает если мы говорим о ребенке которого вы везете для лечения от аутизма умственной отсталости или что там у него еще может быть то самые информативные для нас анализы это следующие в первую очередь это электроэнцефалограмма желательно сделать полную то есть дневным и ночным мониторингом с хорошей расшифровкой то есть нужно стоит сделать в хорошем месте другой анализ который для нас тоже очень информативен это полный анализ крови то есть гематология биохимия иммунология эндокринология все что возможно все что ваш врач вам так сказать готов дать стоит сделать и привести что еще собственно для ребенка это основное очень очень информативным оказывается очень часто мрт кт но очень это как бы уже менее обязательные анализы ну и другие анализы которые вы делаете они могут быть информативным могут оказаться не информативным в зависимости от того что это за тип анализа то есть например если вы сделали там анализ крови каким-то там непонятным методом где по капле крови подсчитывают количество паразитов то скорее всего такой анализ будет не информативен поскольку мы лечим всю семью то очень важно чтобы все члены семьи тоже имели при себе базовые анализы если имеются какие-то хронические заболевания то желательно иметь с собой анализы вот про конкретно это заболевание то есть например скажем если у вас там есть эндометрит миома матки или еще что-то то значит желательно иметь с собой узи и прочие гинекологические анализы которые описывают ваше состояние и собственно это верно касательно любой системы или любого органа ну собственно вот это в основное то есть то что сможете привезти привозите это нам действительно очень помогает спасибо до свидания всем хорошего дня